Гонка Флэшбэк Гонки — это ивент, который GGG обычно запускают в конце лиги, чтобы разнообразить наш поэ-быт. Простите, если это прозвучало не очень. В лиге бестиарий нам предлагают ивент аж на целый месяц, чего раньше не было никогда. И получается, что это своеобразная мини-лига, которая вроде как даже позволит вам довыполнить челленджи бестиария. Че, удачки. Челленджи в бестиарии нелегкие. Но в гонке все-таки имеет смысл принять участие, и причин как минимум две. Это уже вышеупомянутое разнообразие и, конечно, призы. В двух словах расскажу о гонке, потому что я уверена, что многим из вас лень читать. Стартует гонка с 4 на 5 мая в ночь. Вангую, что это будет 23 часа, а не 0, потому что они всегда ошибаются на час почему-то в своих таких вот анонсах. И заканчивается, соответственно, в ночь с 28 на 29 мая в 0 часов. Суть заключается в том, что в каждой локации будут активными 3 случайных свойства из прошлых лиг плюс бестиарий. И через час ситуация сменится. То есть, например, на высохшем озере на 1 час могут быть активны бестиарии разлома на мире предвестник, который затем случайным образом изменится на бестиарий, засаду просперсов, вторжений и так далее, и так далее по списку. В общем, короче, бестиарий, друзья, это наша засада. От судьбы не уйдешь. Он будет у нас в каждой локации и каждый час. Ну, в этом есть и плюсы, и минусы, безусловно. Значит, ну да, свойства флешбека отключены для некоторых областей. Это вы обязательно все прочитайте внимательно. Все-таки я настаиваю на этом. Я вам только в двух словах, очень в общих чертах. Версии событий у нас 4, то есть 8. Это софт, хардкор, софт SSF и хардкор SSF. И поскольку событие будет происходить и на ПК, и на Xbox, то, соответственно, мы умножаем на 2. Призовой фонд разделен между всеми версиями событий. То есть, как я понимаю, он между ними размазан. Нет такого условия, что если вы, например, принимаете участие в хардкоре SSF, то у вас больше шансов выиграть приз, потому что там ниже конкуренция. Я так понимаю, что нет. Вот, что для любого участника шансы выиграть одинаков. Так, еще два слова об условиях, и мы перейдем к призам. Хочу обратить ваше внимание, что в конце новости вот этот вот факт раздел, он значительно даже полезнее, чем верхний раздел. Потому что верхний – это просто копипаст из предыдущих гонок. Здесь все-таки есть хоть какие-то ответы на нестандартные вопросы. Могу ли я изменить свой класс восхождения? Нет. Если я удалю персонажа, могу ли я получить приз? Нет, персонажей не удаляйте. Могу ли я поучаствовать в розыгрыше, если мой персонаж умрет на ХК? Да, вы можете принять участие, но, естественно, на том уровне, до которого вы докачались. Так, это сейчас не хочу об этом говорить. Значит, события, персонажи и шмотки, и там все остальное попадут на стандарт. То есть, либо на стандарт, либо на стандарт хардкор, в зависимости от того, в какой лиге вы играли. Будут ли выпадать уникальные предметы лиг, свойства которых активны в области? Нет, не будут. Это тоже важный момент. Вот, в общем, обязательно прочитайте. Это очень интересный раздел. А теперь к призам. Значит, доступны у нас, как обычно, три вида призов. Здесь ничего не изменилось. Все абсолютно так же. Значит, первый вид приза – это коробка греха и невинности, которая одна на аккаунт. Создавайте хоть 100-500 персонажей, все равно коробку вы получите одну, когда достигнет ваш персонаж 35 уровня. И получите вы ее, согласно информации, которая здесь написана, по достижении 35 уровня, вы автоматически получите загадочную коробку. Остальные призы будут выданы в конце события. Соответственно, вы получите эту коробку, и больше коробок вам не светит. Это был первый приз. Второй приз – это что-то, что вы можете выиграть на основании розыгрыша, опять же, опираясь на тот уровень, до которого вы докачались. Об этих призах я сейчас чуть-чуть отдельно расскажу подробнее. И третий приз, который вы можете выиграть – это господство полубога. Это, друзья мои, уникальное пузо, которое реально для таких полубогов поя, для профессиональных игроков, для истинных спидранеров, для очень быстрых, ловких, опытных и так далее. Ребят, которые действительно могут занять, короче говоря, первые 10 мест в каждом классе восхождения. То есть, если вдруг вы захотите в этом поучаствовать, вы должны понимать, что вам, скорее всего, не пить, не есть, не спать, не судьба, пока до сотового уровня вы не докачаетесь. Так, и теперь о призах, которые находятся в серединке. Что, перечитать я их не буду, я не вижу в этом никакого смысла, все они у вас на экране. Но что важно, что хочу сказать. Важно то, что, например, если вы достигли 85 уровня на одном персонаже, то вы будете участвовать в розыгрыше всех призов за достижение с 45 по 85 уровень. Вы можете выиграть несколько призов на один аккаунт. Я уверена, что такой вопрос у вас возникнет. То есть, если вы достигли 85 уровня, то вы принимаете участие в розыгрыше крыльев, заплечных украшений, порталов, шлемов и следов. Я надеюсь, что это понятно. То есть, во всех этих розыгрышах. Дальше здесь есть очень важный, интересный такой вопрос-ответ. Если у меня будет несколько персонажей, то шанс на получение приза будет выше. Да, каждый ваш персонаж, уровень которого соответствует условиям розыгрыша, будет участвовать в розыгрыше отдельно. Но это понятное дело, что не касается нашей загадочной коробки, потому что она одна на аккаунт. Но таким образом, если вы вкачаете, например, 4 персонажа до 75 уровня, то каждый из них отдельно примет участие в этих 4 розыгрышах, следов, шлемов, порталов и заплечных украшений. Это очень важно и очень удобно. Ну, все остальное, я думаю, по призам вам более чем понятно. Теперь по стратегиям для гонки, которых я вижу две. И первый вообще совет, который я хочу дать всем людям, которые будут принимать в ней участие вне зависимости от стратегии, это не забывайте про бестиарий. Потому что для левелинга в бестиарии есть хорошие рецепты. Я вам рекомендую напомнить их себе, посетить сайт poicraft.com или, если у вас английский не очень хорошо, то базу данных PoE, PoEDB. Обязательно эти ссылки я оставлю в описании. Посмотрите левелинг рецепты, и там есть многие предметы, которые могут вам пригодиться. Тот же жетутный флакон никогда не будет лишним и так далее. То есть, в принципе, эти вещи вам лучше использовать, раз они у нас с вами есть. Итак, первая стратегия, которая вообще может быть, это когда вы будете топить до господства полубога. Это означает, что вы не будете, как я уже сказала, есть, спать. Вы будете, вы, скорее всего, игрок очень опытный, поэтому посоветовать мне вам по сути нечего. Но для тех, кому просто интересно, могу сказать, что ваша суть, да, взять сотый уровень как можно быстрее. Как только вы взяли сотый уровень, если вы попали в первые 10 человек в своем классе восхождения, то, соответственно, вы уже выиграли, вне зависимости от того, что там еще сколько-то дней, недель, там до конца гонки осталось. Вы уже выиграли. Вот, и поэтому, наверное, имеет смысл взять какой-нибудь наименее популярный класс восхождения, потому что в наиболее популярных конкуренция будет значительно выше, хотя конкуренция здесь и так, будь здоров. Вот, и, наверное, все. Здесь, а, ну еще можете потрениться, да, прям несколько раз попробовать пробежать хотя бы сюжетку как можно быстрее, чтобы, ну, все-таки у вас было больше шансов для того, чтобы это господство полубога получить. И вторая стратегия, которую вы можете выбрать, заключается в том, что вы захотите выиграть как можно больше призов. Чтобы выиграть как можно больше призов, нужно увеличить вероятность как можно больше. Соответственно, вам нужно будет вкачать как можно больше персонажей. Все просто и банально. Вот, естественно, первого персонажа я рекомендую вам докачать хотя бы левел до 85-го, потому что вы должны добраться до Уберлабы, вы должны Уберлабу пофармить, чтобы остальные ваши персонажи, ну, одевались как можно, скажем так, быстрее и эффективнее. Я вот, например, считаю, что до 85-го уровня за 4 недели 4-х персонажей вкачать вообще не проблема. Если у вас есть время играть, это вообще не проблема. Если вы все делаете правильно, то окей. Не забывайте о том, что 2-й, 3-й и остальные персонажи уже у вас могут качаться в табуле, в золотом колпаке, в странниках и в прочих нунниках, которые вам глянутся, так скажем. Вот, но первого персонажа я, естественно, выбираю, ну, рекомендую выбрать как можно более живучего, быстрого, домажного и беспроблемного, да, такого, что, о, боже мой, я пока вот эти сапоги там не достану, там я дальше качаться не смогу. Вот, чтобы такой проблемы не было, я советую вам как можно попроще выбрать персонажей. Вот, давайте, все, уже хватит, хватит, как говорится, слов, давайте к делу, давайте к билдам. Продолжение следует... Лигу в первые дни он будет стоить недешево, но спустя уже неделю его цена сильно упадет, делая этот билд одним из самых бюджетных и простых. Вы можете выбрать любой билд, подходящий с ложным критерием, я предлагаю вам билд от Кира 1414, ссылка в описании. Вариант номер 2. Старый добрый иерофант-тотемщик. Пройдя всего два лабиринта и взяв нот на дереве связь с предками, который располагается совсем недалеко от старта дерева жреца, вы будете ставить целых 4 тотема еще до конца сюжетки, и это без уников или других дорогих вещей. При этом это могут быть тотемы ледяного каскада или темного договора, не так уж важно, урона будет очень много, но не забывайте и о выживаемости. В качестве примера такого билда вашему вниманию предлагается билд от Lifting Nerd Bro, ссылка под видео. Вариант номер 3. Сумонер. Да, он все еще актуален, силен и не сильно дорог. Подходит для старта лиги и все такое. Можете играть на призраках или же со скелетами, даже зомби сейчас нагибают. Билдов на сумонера сейчас очень много, как на официальном форуме, так и на ютубе. У меня у самой есть отличное видео на эту тему. Вариант номер 4. Это бандит-диверсант или попросту минер с ледяным каскадом. Этот билд разрывает весь контент, однако вам стоит уделить особое внимание выживаемости. В итоге билд может обойтись в кругленькую сумму, но вы вполне сможете нафармить ее им же. Для примера предлагаю вам билд от Гарри, ссылка в описании. И вариант номер 5. Видит бог, я искала для вас лучницу или что-нибудь необычное, или хоть немного наркоманское, но все же играбельное. Не нашла. Посему завершим рекомендуемые билды, уже не раз доказавшим свою эффективность, эссенс-дрейном от Недита. Если вам что-то будет непонятно, вы можете найти аналогичный гайд на моем канале в плейлисте билды. Вот и все, ребята. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Всем спасибо за лайки, подписки и комментарии. Увидимся на стримах. Удачи в гонке! Субтитры сделал DimaTorzok